Ребят, всем привет, с вами как всегда Джампу Макс и сегодня мы поговорим о главном игровом событии, которое проходит каждый год и да, мы поговорим о E3 2021, а конкретно про шоу Xbox. Расскажу про то, что нас возможно ожидает, выскажу свое мнение на этот счет, расскажу когда и где его смотреть, ну и так далее. Перед началом видеоролика не забывай ставить лайк, подписываться на канал и как всегда лови промокодик на Кинопоиск HD, который подарит вам целых 3 месяца бесплатного пользования. Кучу фильмов, сериалов, мультиков можно смотреть как на смарт ТВ, так и на телефоне. Плюс к тому же вам дадут еще доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам к прочим сервисам Яндекса. Поэтому юзай промокод пока халява и если что ссылочку на активацию данного промокода я оставлю как всегда в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Начнем с того, что E3 это одно из главных игровых событий, которые пожалуй ждет каждый геймер, поскольку именно на этом мероприятии происходит большинство анонсов, тизеров и показ будущих видеоигр. Если опираться на опыт прошлых лет, признаться, ожиданий насчет шоу было куда больше, поскольку было множество слухов, обсуждений, надежды и так далее. Да, можно во всем винить коронавирус, искать какие-то другие отмазки, но опять же считаю, что это не аргумент, поскольку годных и самое главное next-gen проектов вышло очень и очень мало, при условии, что игровых студий у того же Xbox, если сравнить со времен Xbox One, стало намного больше. Само шоу Xbox пройдет 13 июня в 20.00 по Москве, поэтому пометьте этот день у себя в календаре, мы все это будем стримить, если что, стрим пройдет на этом канале, как всегда вместе посмотрим, обсудим, надеюсь порадуемся, поэтому не стесняйся врубать колокольчик на этом канале, чтобы тебе пришло уведомление, когда это все начнется. Насколько я знаю, шоу будет не в виде прямого шоу, а в виде уже заранее записанного, поэтому обещаются даже русские субтитры. Если что, то, что я озвучу, это не официальная информация, поэтому верить ей или нет, решать вам, но на мой взгляд, что-то добудет из этого списка 100%. Итак, что же нам должен показать Xbox на E3 2021? Согласно информации Windows Central, нас ждет следующее. Должны показать некую новую игру по типу Prey, которая будет называться Omen. История будет связана как-то с вампирами и сама игра будет представлять из себя что-то подобное, как Dishonored или Bioshock. Скорее всего, нас ожидает вид от первого лица, небольшие, но детально проработанные локации, окружение, рассказывающие истории, инструменты, открывающие дополнительные возможности и, естественно, некая свобода выбора в том, как пройти ту или иную ситуацию. Наконец-то, для многих должны рассказать подробнее о Psychonaut 2, а по крайней мере, озвучить дату. Если вдруг кто-то не знает, эту игру уже видели в сторе и у кого-то даже была предварительная загрузка, которая, к сожалению, была по ошибке. С большой вероятностью покажут Forza Horizon 5. Я думаю, что ее ждут многие. Если что, действия, скорее всего, развернутся в Мексике. Это подтверждает слитые новые модельки машины Hot Wheels. И это, пожалуй, все, что было известно про нее за последнее время. На мой взгляд, в этой ситуации, когда Forza Horizon 5, скорее всего, выйдет раньше анонсированный Forza Motorsport, скорее всего, нас ждет не прям новая NX-ген игра, а что-то типа глобального обновления четвертой части под видом новой игры. То есть, в пятой части добавят новую карту, какие-нибудь новые тачки, возможно, сделают какие-нибудь новые активности, подкрутят чутка свет и а-ля Forza Horizon 5 готова. Держите, с вас либо 60 баксов, либо оформляйте подписку Game Pass, и все этому будут рады. Плюс, исходя из того, что все еще идет дефицит консолей, все еще Xbox One поддержится новыми выходящими играми, я вам советую не ждать какого-то невероятного NX-гена от пятой части. И, в принципе, вся причина состоит в том, что я назвал ранее. Вообще, напишите в комментариях, что вы ждете от этой игры и как вы видите Forza Horizon 5. Несмотря на то, что Море воров это далеко не новая игра, возможно, нас ожидает тизер крупного обновления. Но про него вообще ничего пока не слышно. Помимо этого, может быть тизер или дневник разработчиков Hellblade 2. Если что, игра еще очень и очень далека от релиза, поэтому не ждите ее в ближайший год. Возможно, тизернут The Outer Worlds 2. Мне, конечно, в это слабо верится, больше верится в какое-то глобальное обновление, но все может быть. Также, по слухам, анонсируют какой-то новый проект под названием Typhoon. По слухам стало известно, что это некая эксклюзивно-кооперативная игра для Xbox в открытом мире от сторонней студии. И, возможно, она выйдет в 2022 году. Вот это, кстати, лично для меня звучит интересно. И если вспомнить некие слухи, которые были давным-давно, возможно, это та игра как раз-таки про космический махач, если я не ошибаюсь. Но, скорее всего, я ошибаюсь. Плюс ко всему этому будут игры от сторонних студий, которые будут рекламировать под брендом Xbox. По предварительным данным, пока в списке игр от Activision, от Юбиков. Возможно, также будет Battlefield 6. Кстати, поговорят, что он может войти в подписку Game Pass в первый же день. Но в это мне тоже слабо верится. Также на этом шоу, скорее всего, появятся такие игры, как S.T.A.L.K.E.R. 2, Scarlet Nexus и, возможно, Age of Empires 4. Наконец-таки озвучит дату. Все вы, наверное, вспомнили про анонс Perfect Dark, Fable, State of Decade 3. И, типа, где эти игры. Но, по предварительной информации, их не особо стоит ждать, поскольку они также очень и очень далеко от даты релиза. Но это еще не все. По-любому, там будут еще какие-нибудь сюрпризы, тизеры, анонсы. Как в свое время они тизернули S.T.A.L.K.E.R. 2. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Прям очень надеюсь. И самое главное, пожалуй, два проекта, на которые сделают Майки Упор. Это Halo Infinite и Starfield. Они будут 100% показаны на этом шоу. Даже, по сути, промо говорит об этом. Если же от Halo Infinite можно ожидать полноценного переработанного геймплея, то, думаю, от Starfield стоит ожидать хотя бы геймплейный трейлер или, может быть, какой-нибудь тизер. Поскольку все о ней говорят, а по факту никто не знает, какой игра будет. Кстати, напишите в комментариях, что вы будете ждать из этого и как вы к этому всему относитесь. Лично я буду ждать Forza Horizon 5, поскольку 4 уже немножко поднадоело, хочется чего-то нового. Буду ждать, естественно, новых анонсов, новых IP, вдруг что-то удивит. Очень интересно посмотреть на Halo Infinite. Но знаете, Halo Infinite мне интересна не как игра, а как проект Долгострой, в котором очень интересно, как они справятся с ситуацией, которая была показана на прошлом Е3. Мне кажется, что многие со мной согласятся, что в прошлый раз они показали реально кринж. И очень хорошо, что было очень много мемов и хейта в их сторону, поскольку если бы все схавали, я вас уверяю, Майки могли бы выпустить ее прямо на старт консоли и не парились бы. Не знаю как у вас, но у меня все еще осталась ассоциация, что эксклюзивы, то есть игры, ради которых ты покупаешь ту или иную консоль, должны быть сделаны очень качественно, как и в плане сюжета, геймплея, так и в плане графона. Просто в последнее время я от многих слышал, что графон это не главное и так далее, но все почему-то гонятся за новым поколением и за консолью помощнее, чтобы как раз таки увидеть этот графон. И опять же, на мой взгляд, мощь консолей должна соответствовать играм от внутренних студий и наоборот. Да и что стесняться, давайте наконец-таки признаемся, что никто не был бы против видеть на иксбоксе такие визуальные красивые игры, как на плойке. В принципе, игры от Sony это показатель того, что даже на старом поколении можно при желании выпустить хорошую по красоте игру. Кстати, мини-спойлер, если что, следующий Good of War и Gran Turismo выйдет на PS4, да. Что касаемо всего E3 в целом, я принял решение, что я не особо буду надеяться на E3 в этом году, прям до срачки, как было раньше, поскольку я раньше всегда ждал чего-то крутого, надеялся, ставил такую планку, что ну в следующем году точно все будет огонь, но в последнее время мне, честно, уже надоело накручивать себя какими-то надеждами. Также чуть ранее от инсайдеров звучали заявления, что лучше охладить свои ожидания, а когда-то говорят, значит мы, грубо говоря, можно получить, ну, такую себе презентацию. Пример крайней презентации, на которую также говорили, это та презентация Xbox, которую мы смотрели, по-моему, месяц или два месяца назад. Но несмотря на это, я все равно буду ждать какого-то Next Gen, поскольку консолям уже полгода, а чего-то сверх какого-то стоящего для нового поколения от внутренней студии Xbox для Xbox, ну, пока еще не было. Как говорится, студии дофига, а ААА проектов под Next Gen нифига. Да, в этом случае можно кидать сотню тысяч от масс, не получилось у парней, помешало, что-то там не фортануло, но давайте будем честны, цены от этого не падают. И уже реально давно не выходило чего-то масштабного и привлекательного. Опять же, это лишь мое мнение, поэтому напишите в свое в комментариях. Еще раз напомню, что это шоу я буду стримить на этом канале 13 июня в 20.00. Если что, стрим начнется чуть раньше, чтобы подготовиться, возможно, что-нибудь разыграем, поэтому не забывайте включать уведомления. На этом, в принципе, все. Если видос вам понравился, ставьте лайки, не забывайте писать свое мнение в комментариях. Подписывайся на канал и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч.